Я вас приветствую! Вы на канале TradeFact, с вами Глеб, и в этом видео мы поговорим об индексе страха и жадности. Тот самый индекс, который произвел крупнейший фурор на крипторынке. И видео мы построим следующим образом. Вначале мы разберемся, что это за индекс, узнаем его историю, как он вообще смог появиться. Далее изучим, что входит в основу его работы, какие факторы, за счет чего он работает и этот индекс сам формируется. И дальше, самая важная часть этого видео, мы постараемся мыслить критически, то есть мы никому не верим и мы ничему не доверяем. И разберем статистику, чтобы для себя прояснить те моменты, а действительно ли этот индекс работает, стоит ли обращать на него внимание, когда мы трейдим, либо же этот индекс какая-то пустышка, он не работает и это просто раздутый маркетинговый ход. И в конце, конечно же, подведем выводы, что со всей этой информацией делать. Итак, давайте по порядку начинать. Что это за индекс? Для этого сделаем такую небольшую историческую отсылку, что в 2012 году CNN придумали, как измерить самые две сильнейшие эмоции трейдеров и инвесторов, а это именно страх и жадность. И тот самый CNN, который в свое время был самым популярным американским телеканалом и в свое время он перерос во что-то большее, в целую империю средства массовой информации. И давайте теперь посмотрим, как это все могло перейти на крипторынок. То есть, у нас есть первое понимание, что этот индекс зародился на фондовом рынке, зародился в 2012 году. То есть, индекс довольно молодой, ему всего лишь 10 лет. А что касается криптовалют, у нас немножко другая ситуация. То криптовалютный индекс страха и жадности придумали два разработчика, Грегор Крамс и Виктор Тобис. То есть, они взяли идею этого индекса, собственно, у самого CNN. И этот индекс именно на крипторынке появился в 2018 году. А если быть более точным, в начале 2018 года этот индекс вообще крипторынок увидел впервые. И вот такая вот предыстория, как это все работало, как выглядело. Вот, кстати, как индекс раньше выглядел на фондовом рынке. И вот сейчас переходим на сайт CNN. Как этот индекс выглядит сейчас, это что касается именно фондового рынка. Ну, а теперь давайте переходить к криптовалютному рынку, который нам гораздо ближе, который нам наиболее актуален. Вот основной сайт. Кстати, все ссылки на сайты, на новостные ресурсы. То есть, у нас есть две версии сайта. Это английская версия, родоначальник этого индекса, если мы говорим за криптовалюту. И это русский аналог, который, скажем, нам будет более полезен. Все эти ссылки я опубликую у себя в Телеграме. Ссылка на Телеграм будет в описании под видео. Тут также есть масса полезной аналитики. Если вам это нужно, welcome. Пожалуйста, переходите, пользуйтесь, канал абсолютно бесплатный. Так вот, давайте двигаться дальше по плану. Что это такое за индекс? Вот интерфейс напоминает, знаете, это, пожалуй, похоже на спидометр машины. И если говорить кратко, то у нас есть шкала от 0 до 100. 0 – это у нас экстремальный страх, а 100 – это у нас экстремальная жадность. То есть, ни то, ни другое нехорошо. Когда у нас обычно цифра близится к нулю, это говорит о том, что на рынке преобладает сильнейший страх. Многие инвесторы, многие трейдеры испытывают сильнейшую панику, они очень напуганы. И после обычно таких событий идет как раз контртренд, разворот рынка уже в обратную бычью сторону. То же самое, когда мы видим район 100 по этому индексу, то у нас преобладает чрезмерная жадность. То есть, все жадно скупают активы, все начинают, забывают полностью об инстинкте самосохранения, только не своей жизни, а своих денег. Все начинают бездумно покупать все, что угодно по любым ценам. И после этого, конечно же, чревато также изменением контртренда, когда все растет, все безмерно хотят сорвать как можно больше денег, у всех наступает фома, да. Тот самый страх упущенных возможностей, что я больше могу не заработать. И все начинают все жадно сгребать. И обычно, когда этот индекс у нас стремится к 100, то наступает контртренд на медвежьи. И рынки начинают сильно корректироваться, сильно падать. Это если кратко, вот по такому принципу работает индекс. То есть, да, мы разобрали, что это за индекс и что он показывает. Давайте двигаться дальше. Как вообще он формирует? Вот почему сейчас, например, у нас стоит 9, а не 89? Как понять, из чего формируется у нас цифра 9? Я думаю, это очень важно разобрать. И для этого давайте перейдем на другую версию, русскоязычную версию сайта, чтобы определиться, какие критерии входят в этот индекс. Чтобы не быть слепым котенком и не верить каждому. Наверное, сейчас каждый второй аналитик, каждый второй трейдер говорит об этом индексе. Но не стоит просто реагировать. Ага, значит, девятка. Значит, все. Скоро to the moon и никак иначе быть не можем. Давайте попытаемся разобраться, что же входит в критерии этого индекса. У нас есть 5 критериев. Хотя написано 6, но я потом сделаю небольшую поправку. Первый критерий, который на 25% влияет, что происходит с рынком, это же, конечно, волатильность. То есть измеряется текущая волатильность и максимальная просадка, в данном случае, биткоина. И дальше происходит сравнение с соответствующими средними значениями за последние 30-90 дней. Запомните 30-90 дней на основе этих метрик, на основе этих дат, что 1 месяц и 3 месяца у нас построен этот индекс. Он постоянно сравнивает с данными со средними значениями за 1 месяц и за 3 месяца. И дальше как реагирует? Если у нас происходит какой-то необычный всплеск волатильности, это признак пугающего рынка. То есть первый критерий, который учитывает данный индекс, это волатильность рынка, которая сравнивается с его средними значениями. Дальше, следующий критерий, который входит в индекс страха и жадности, это импульс, либо же объемы рынка. То есть что происходит? У нас измеряются текущие объемы и рыночный импульс. И как я говорил, что у нас фигурирует 30 и 90 дней, это все сравнивается со средними показателями за последние 30, либо же 90 дней. И эти два значения, которые получаются, соотносятся между собой. И дальше, какой из этого следует вывод, что если ежедневно на фоне позитивных условий на рынке фиксируются большие объемы покупок, то это означает, что игроки рынка проявляют излишнюю жадность. То есть ведут себя чрезмерно по-бычьему. Когда я говорил, что мы видим на индексе страха и жадности отметку, стремящуюся к 100, начинается фома, люди покупают любые активы по любым ценам. Вот это значит, что импульс и объемы учитываются следующим образом. Следующее, но не по значимости, это социальные сети. То есть этот параметр у нас анализирует основную сеть, которая важна на крипторынке. Это, конечно же, Twitter. Это сеть номер один, где вообще вся происходит крипто-тусовка. И в этой соцсети собираются и подсчитываются сообщения с различными хэштегами по разным монетам. Но в данном случае это биткоин. И затем происходит анализ этих хэштегов, этих упоминаний, насколько пользователи быстро и активно реагируют на все эти сообщения за разные промежутки времени. И что свойственно для этого критерия? Что необычная, скажем, более активная реакция, она приводит к росту интереса к биткоину. И по взгляду разработчиков также отражает жадность игроков рынка. То есть когда у нас идет более частое упоминание, когда биткоин тиражируется очень-очень активно, сравнительно со статистикой, которая была ранее, то у нас здесь идет уже две крайности. Либо на рынке все очень хорошо, либо на рынке все очень плохо. И далее уже критерии, которые могут фильтровать эти упоминания, эти запросы. Например, биткоин, там, to the moon, все классно. Либо же биткоин очень плохо, очень критично. То есть анализируются слова, анализируются хэштеги. И чем больше таких упоминаний становится, дальше отслеживается это позитивные, либо негативные упоминания. И формируется составляющая этого индекса, которая называется соцсети на примере твиттера. Следующий пункт, который вы можете встретить – опросы. Но сразу сделаю пометку, что на оригинальном сайте есть такая пометочка, что опросы на текущий момент приостановлены. Потому что показывает уже не очень хорошую эффективность. То есть в свое время есть такая платформа, Strap Pool, которая собирала порядка 2-3 тысяч человек. И между ними регулярно производили такие опросы по рынку, что люди думают. Но вот как показал индекс, как показал этот критерий, что данный критерий у нас является не особо эффективным. И его исключили из этого, скажем, индекса страха и жадности. То есть он уже не формирует эту оценку. Поэтому если на русском ресурсе вы на русскоязычном прочитаете, что такое есть, знайте, что на самом деле этого критерия уже нет. И давайте двигаться дальше. Доминирование. То есть здесь напрямую речь идет о доминации либо же биткоина, либо альтов. Или простыми словами график BTCD, который я вам периодически показываю, который мы периодически разбираем. В данном случае, если у нас, сейчас переключусь на дневной график, происходит доминация в сторону биткоина. То есть доминация растет. Это говорит о том, что настроения у инвесторов более панические, более консервативные. То есть инвесторы из высокорисковых активов, в данном случае, если мы рассматриваем крипторынок, то, конечно же, это альткоины, перекладывают все в биткоин, в более тихую, в более безопасную гавань. Если у нас происходит контртренд, например, как сейчас, да, было за последнюю неделю, даже за последние где-то дней 10, когда капитализация уходит в альткоины, то это говорит о, конечно же, позитиве. О том, что инвесторы готовы брать на себя некий риск, и это немножко повышает индекс страха и жадности. То есть доминация также входит в условия формирования этого индекса. И, наконец, последний пункт, который формирует этот индекс, называется тренды. Есть такой аналитический сервис, называется Google Trends, где по определенным словосочетаниям, либо отдельным словам мы можем следить, насколько эти слова популярны в Гугле, насколько часто их пользователи вводят и в каком ключе. Вот, например, в Google Trends производят аналитику со словами, которые связаны с упоминанием биткоина. И основное внимание уделяется изменению объемов поисковых запросов. Ну, то же самое, что я сказал в начале. А дальше по популярным запросам на данный момент делается аналитика, делается статистика, сколько раз биткоин упоминали в связи, допустим, в ключе с тем, что у нас был месяц, либо же три месяца, либо же год назад. То есть производится некая аналитика и потом подсчитывается статистика. Но, смотрите, что слова такие простые, да, как однословные биткоин, они просто отразят популярность запроса. А что там произошло, биткоин падает, либо биткоин to the moon, мы не совсем можем определить. Поэтому, помимо того, что упоминание, количество слова биткоин и различных словосочетаний у нас подсчитывается, учитывается объемы, у нас также, конечно, учитывается именно словосочетания, которые несут негативный, либо позитивный характер. То же самое, когда я рассказывал за социальные сети на примере Твиттера, что информация перед этим анализируется, в каком ключе идет упоминание. Вот то же самое и происходит в Google Trends. Когда мы говорим о трендах, то, конечно же, учитываются позитивные, либо негативные запросы в Гугле. Это все на самом деле довольно важно, чтобы не делать просто такую глупую работу, учитывать совокупный объем всех запросов по слову биткоин. Конечно же, важно учитывать контекст, в каком контексте идет у нас это упоминание. Вот из таких пяти критериев и состоит этот индекс. Надеюсь, у вас в головах немножко уложилось, что первая по значимости – это, конечно же, волатильность, какие объемы на рынке. Это все сравнивается со средними значениями. И шлифуется, скажем, подтягивается весь этот индекс. Индекс из социальных сетей, анализ идет информации в Твиттере, анализ в самом большом поисковике в мире на примере Google Trends, и, конечно же, доминирование монет, насколько биткоин доминирует относительно альтов, либо же наоборот. И также опросы уже не участвуют в этом критерии. Вот из таких пунктов, из таких факторов и состоит этот индекс. И теперь давайте подумаем. Ну, окей, вроде бы все логично, все хорошо, но работает ли этот индекс в действительности или нет? И мы можем посмотреть историю, начиная с 2018 года. Но давайте посмотрим ее хотя бы за последний год. Окей, у нас есть цифры. Например, сегодня этот индекс составляет 9, вчера он был 6, 6, когда-то он был 17. И, например, в 22 мая, в 22 году он был 14. И, окей, что с этой информацией делать? Он почти что все время на одном месте. И для этого нам как раз поможет второй русскоязычный сайт, где есть уже хорошая аналогия. То есть мы видим два графика, которые наложены друг на друга, где мы сразу можем отслеживать значение индекса и цены биткоина. И тем самым здесь сейчас убедиться на живом примере, как индекс страха и жадности, действительно ли он работает, и как он влияет на цену. Стоит ли на него обращать внимание или нет? Самая главная суть, самый главный цимис этого видео – распределить для себя не только, как работает этот индекс, а действительно ли он работает. И давайте проведем такую небольшую исследовательскую работу, если это можно так назвать. То есть экстремальные значения, когда у нас индекс приближается к 10. Давайте посмотрим, когда у нас было такое на графике. И вот такое на графике у нас было продолжительное время, начиная с середины марта. Мы видим, индекс составляет 12, 11, 14, 12. В какие-то моменты, если я не ошибаюсь, да, он даже был 14 марта 2020 года – 8. И обращаем внимание на стоимость биткоина на тот момент район 5, район 6 тысяч. Иногда там к 7 мы пробивались, но в целом мы видим довольно низкие значения, которые говорят об чрезвычайном страхе. И давайте посмотрим, что потом у нас спустя месяц, спустя 2 месяца последовало. У нас индекс начал подниматься, то есть когда у нас был чрезмерный страх, этого страха становилось все меньше и меньше. И посмотрите, после того, как около месяца, около 2 месяцев мы были на экстремально низких значениях, посмотрите, как после этого с 5 тысяч биткоин у нас вырос, давайте даже скажу вам точную цифру, он вырос на 63, на 64 тысячи долларов. То есть в данном случае индекс показал себя наилучшим образом. Но давайте посмотрим, что было потом, когда мы подрастали к 50, к 55, к 60 тысячам, мы также видим обратное значение индекса, когда он в районе 90, 92, где-то был даже 95. И мы видим, как после этого мы еще сделали такой небольшой хай, но спустя буквально полмесяца у нас последовало, конечно, сильнейшее снижение с 63 на 30. Грубо говоря, биткоин упал в два раза. И, соответственно, по индексу мы опять увидели одно из низких значений 10. И после этого низкого значения мы установили новый all-time high, после которого увидели значения, которые приближались к 80, и мы начали снова падать. То есть, в принципе, видим, что да, отлично с задержкой в месяц-два этот индекс на историю. Вот мы сейчас сделали анализ последнего года, отлично даже последних двух лет. Анализ себя отлично отрабатывал. Этот индекс себя отлично отрабатывал. Давайте, чтобы сейчас это видео не заняло очень много времени, вы сами сделаете анализ, что было в 2018 году, когда этот индекс был очень низких значений, и убедитесь в том, что работает этот индекс или нет. Но на примере последних двух лет я вам показал, даже доказал, что этот индекс имеет очень неплохую корреляцию с ценой биткоина и с задержкой в 1-2 месяца отрабатывает почти что идеально. Также напомню, что все ссылки на сайт, где мы сейчас смотрим такой анализ совокупных двух графиков, будут в Telegram-канале. И давайте завершим это тем, а что же происходит сейчас и какие у нас значения были последний месяц. И посмотрим мы на этот индекс. Давайте даже сделаем так. Так будет наиболее удобно в текстовом формате, чтобы по графику все это в мелком масштабе не смотреть. То есть сейчас у нас индекс 9, затем идет 6, 6, 9, 7, 7. Кстати, шестерок и, по-моему, даже семерок за всю историю существования индекса еще ни разу не было. У нас были только восьмерки, после которых спустя месяц или два у нас цена улетала по биткоину очень сильно вверх. И посмотрите, что в районе десятки мы торгуемся с средины мая. Да, с 9 мая у нас индекс упал на 11 и особо выше 10, с тех пор мы не улетали. Вот одно из максимальных значений, наверное, было 17. Это было 1 июня. Но после этого у нас индекс был даже в районе 7, 9 и 6. То есть вообще исторический минимум. О чем это говорит? Еще одну покажу интересную историю. Смотрите, что у нас происходило летом. Летом, когда даже в мае, в мае 21 года, у нас индекс торговался, ну, довольно низко, там, от 10 до 20. В какие-то моменты доходил там даже в район 10, да, ниже 10 не падал. В общем, от 10 до 20. И посмотрите на даты. Даты это были с середины мая вплоть до почти что конца июня. Биткоин торговался в районе 30. Но как только индекс настоялся около 2-2,5 месяцев на этих низких значениях, он ушел потихоньку вверх. 20-24. Но ушел он вместе с ценой биткоина, которая была во флете 30-35 тысяч. После этого, ну, мы знаем, что после этого был новый all-time high, когда биткоин уходил почти что на 69 тысяч. И сейчас мы торгуемся, начиная, опять же, со середины мая. Сейчас у нас 20 июня, и, возможно, основываясь на этом индексе, что к началу августа у нас начнется хоть какой-то легкий разворот, а затем уже ближе к осени у нас будет более радикальный разворот. Опять же, это опираясь лишь на статистику по данному индексу. То есть я вам настоятельно советую провести для себя аналитическую работу на этом графике, чтобы вы лично могли убедиться на своем опыте, своими глазами, работает ли этот индекс или нет. Я вам дал ключевые моменты, показал, что в определенных обстоятельствах это, конечно же, работает. Поэтому не забываем мыслить критически. Это очень важно. И, наконец, давайте, какие мы можем сделать из этого выводы. Первое, что, конечно же, конечно же, это не серебряная пуля. Это всего лишь один из инструментов, которые я рекомендую использовать в своей торговой стратегии. Я периодически смотрю на этот индекс и делаю какие-то планы, какие-то выводы на ближайший месяц, на ближайшие два месяца, что нас может ожидать. Но ни в коем случае не использую этот инструмент как единственный для принятия своих решений. Конечно же, стоит комбинировать это все с техническим анализом, со стаканами, с лентой сделок, с ожиданиями, с тем фоном, который происходит в общем, в общей экономике мировой и в том числе экономике США. Поэтому запоминаем, что это всего лишь один из инструментов. И далее, что я уже сказал в самом начале, точнее в середине видео, я вам порекомендовал изучить статистику, увидеть, в каких случаях этот индекс работает, где он был наиболее эффективным, и тем самым вы сможете смоделировать, а что же нас ждет дальше, опираясь на основу работы этого индекса. Надеюсь, такое видео было для вас полезным, и теперь у вас не будет пробелов знаний, и вы будете более глубоко воспринимать этот индекс страха и жадности. Если видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк под ним, напишите комментарий, что вы думаете насчет этого индекса, что вы думаете насчет этого индекса. Мне будет очень приятно с вами подискутировать и увидеть ваш фидбэк в виде лайков и подписки на телеграм-канал. А на этой ноте я с вами прощаю. Всем желаю доброго утром, доброго вечера и доброй ночи. Пока!